Добрый вечер еще раз. У нас Гестикап и Кенси Випс играют против Гигабайт Минески. Последний матч решающий. Команды решат, кто там пойдет дальше, кто отлетит у нас. Ну, на данный момент счет 1-1. Это Best of 3, поэтому третий матч будет колоссальный. По накалу страстей Кенси Випс уже забрали Тинкера, забрали Феникса, Бэтрайдера и Шторм Спирита. Со стороны Минески, Скайра Смаг, Бестмастер, Лина и Веншфул Спирит. У нас Лина в трех матчах подряд появляется. Ну и, в принципе, с переменным успехом. Правда, где появляется Лина, кстати, команда проигрывает. Прошу заметить. Ну, теперь, кстати, Минески забрали Лину и посмотрим, получится ли у них выиграть с Линой в пике. Или все-таки Кенси Випс их задавят. Тинкер для Кенси Випс в мид. Немножечко разбавил эту кислую доту последних месяцев. Ну и последний пик для Кенси Випс. Тинкер на мид идет. Феникс идет саппортить Шторма, как я понимаю. Или Бэтрайдера, наверное, на сложной. И Шторм Спирит пойдет фармить в легкую. Нужен еще один саппорт. Тинкера отправлять не в мид, а это самоубийство. Кенси Випс должны это понимать. Хотя, с другой стороны, почему бы и альтернативную какую-то версию не использовать? Не отправить Тинкера фармить легкую. Ну, просто так удивить. Квапа, но тут... Пять мидеров вообще. Пять мидеров разных времен собрано. У команды Кенси Випс, собственно, все с переменным успехом в моменты своего появления стояли миды и прям были вообще трендом в миде. Что Шторм, что Тинкер, что Квапа это не обсуждается. Бэтрайдер, насколько я помню, да и вы должны помнить, постоянно был у нас в миде, как только появился в доте вообще еще в первой. Ну и Феникс та же история. Попробуй в пабе Феникса загони на сложную или заставь его саппортить. Нет, только мид, только хардкор. Гигабайт Минески. Скайрос Мак и Веншфул Спирит, безусловно, саппорты будут. И Бистмастер, я думаю, отправится на сложную. Лина будет на мидлейне для Ку-Ку. А кто же у нас отправится фармить? Спектру забанили. Не хотят уходить жесткий лейт игроки команды Кенси Випс. Тут Тинкер, в принципе, в мидгейме должен наказывать всех. Там в лейте слишком весело может случиться все для Тинкера. Так что он просто-напросто не вывезет. 20 секунд у Минески. Последний пик. Антимаг в бане, также в бане у нас Спектра. Кстати, Минески не банили вообще ни одного керри, ни одного флейнера. Только саппортов забанили. Ну а Кенси Випс набрали только мидеров. Класс. Супер серьезная 5-мен Пап Дота. Снайпер для Минески. Ну, немножко расстроили меня Минески. Топлю за Кенси Випс без вопросов. Только Кенси Випс, только победа. Туди на Квапе. В сложную. Вот такие вот дела. Чейнс на Тинкере. Будет фармить что? Неужели легкое все-таки для Тинкера? Ну да, Тинкер отправляется, как я понимаю, в легкую. В Эдин Крэш. На Шторм Спирити в мид. Бэтрайдер. Да, все-таки поменялись. Гоудот забирает себе Квапу. Гоудот, который всю жизнь играл на саппортах. Забирает себе Квапу. Туди на Бэтрайдере идет в сложную. 3-4-3. Саппорт Феникс. Ну и Чейнс на Тинкере фармит. В миде Чейнс будет стоять или отправиться в легкую линию. Тут вопросы. Но если отправиться в легкую линию, то я этого Тинкера вообще впишу в мировую историю Доты для себя. Скайрос Мак у нас для... Джей... Венжи Фул Спирит для Овы. 5-5-9-3. Джесси Уош на Бэтмастере. Ку-ку в мид на линии. И Джей... На... Джей у нас... Отправляется фармить на Снайпере. Вот бы действительно в пятером вообще отправиться в мид всей команде CSW и Бэтрайдера. Быстренько-быстренько все пропушить. Было такое как-то, но это было все в пабах и периодически нас за это наказывали. Соперники. Ну как периодически. В 120% случаев. Вот. Ну возможно... Ну конечно да. Такого здесь не будет. Такая наркомания не пропускается тут по Доте. Кстати, что-то все висит. Какие-то траблы с интернетом или что происходит? У меня Тинкер лунная походка начал ходить. Та же история с Вейдинг Крэшем. Секундочку. Интернет вроде есть. А что же тогда с Дотой? Так, перезапустим, перезапустим. Все оборвались, да? Гесси Кап. Гесси Кап исчез. Даже немножко странно. Исчезает у нас Гесси Кап. Что-то произошло, видимо, с играми. Сейчас, наверное, перезапустим все. Вы можете там посмотреть. Ну давайте графику вы посмотрите. Я пока, чтобы вам не страшно было, буду разговаривать. Да, перезапускают игру у нас. Отвалились, видимо, игроки. Ну и Кенси Уипс с Минески перезапустили всю Доту. Все, вернулись с командой. Мы тоже возвращаемся. 3-4-3 на Фениксе. Отправляется у нас на сложную. Здесь же Туди. На Бэтрайдере. Чейнс на Тинкере в Мидлейне. Ну и легкую фармит у нас Шторм Спирит. И его саппортит Квапа или наоборот. Тут оба готовы фармить. Что Шторм Спирит купил себе Нул Талисман и Танго Штоквапа. Но это очень напоминает паб игру. Так, Джесси Уош. Джесси Уош вообще в панике. Что происходит? Не может понять. Отвалился у нас Джесси Уош. Вообще игра очень сильно напоминает паб. Когда два игрока не поделили один лайн. Обматерили друг друга. В чате. Наорали друг на друга. Замутили. Ну и пошли вдвоем на линию стоять. Обычно такое в Миде происходит. Когда два коллеги идут в Мид. И там с одинаковым закупом стоят друг друга. Пытаются переформить, перестилить. Так, отваливается Бэтрайдер у нас. И вместе с ним отваливается Джесси Уош на Бестмастере. Какая-то игра со всех сторон ненормальная. Ну вот-вот. Самое натуральное ничоси. Ко мне обращаются. Нет, мы не слышим. Нет. Мы не слышим Экстрагая. Меня слышит Голдот. Голдот, hello. Hello, man. Все. Вроде бы перезашли. Наслушались меня. Видимо, мы вошли в самые серьезные вообще... В серьезные какие-то кулуары Валве. По-моему, Голдот там меня слышит. Отлично. Передаем приветы. Голдот, у тебя все получится. Сегодня твой день. Квотом слушает. Ну, я вот, думаю, кого там слушает. Русскоязычных коллег. Нормально, все. Собственно, что? Форси прикрывают и... Обрезают ему трансляцию. Все отправляются сюда. Готовьтесь, ребят. Сейчас будет наплыв. Опять отключается Венга на этот раз. И еще и отваливается Квиннов Пейн у нас. Окей, окей. Переподключайся, не переподключайся. Все равно будут слышать. У нас какой-то дота-терроризм начался. Хотя, вливают в уши команды Минес, КСС, В, шлак. Игроки команды... Ой, игроки команды. Комментаторы. Насколько я понимаю, либо русскоязычные, либо англоязычные. Но я больше ставлю на русскоязычные. Как-то он вообще мне не внушает доверия. По-моему, парень явно с нечистыми делами какими-то связан. Игроки команды. Тут юмор за 200 от обеих команд. С чувством юмора все великолепно. Уходит Джесси Уош у нас от файта. В итоге ничем такая сумятица не закончилась. Феникс готов, я так понимаю, врываться у нас на Скайросмага. Скайросмаг с горы стоит, смотрит на Феникса. Триплат на топе. Минески поставили на топ лейн. Венжифул Спирит, Скайросмага и фармящий Куку здесь на линии. Ну и Джей отправляется на снайпере фармить мидлейн. Джей против Чейнса. Чейнс тут должен выформить какие-то артефакты. Тут просто обязан. Потому что CSW набрали такой пик, что лучше бы им, конечно, фармить. Без фарма здесь ничего хорошего. Их в лейте не ожидает. Тут один снайпер. В принципе, недофармленных. Квапу, Шторма и Тинкера разваливает. Ну, разумеется, перефармленный снайпер. Так-то, в принципе, ничего не понятно. Так, пошел у нас врыв Бэтрайдера. Туди очень сильно огреб под хвост. Ну и по хп просел больше, чем на половину. Да даже больше, чем на две трети. Гоудот начинает ковыряться против... Против-против кабана. Но здесь еще один. Бей, не бей. Кабаны будут все время появляться. Гоудот на половину столба уже просел. Продолжение дальше Джесси Уоша. Шадоу-страйк. И, скорее всего, Гоудот здесь может и умереть. Еще один удар и развалился бы Гоудот. А вот теперь можно и ворваться. Нет, 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 нет. Гоудот скучный. Венжи-фулл-спирит гоняет у нас студии. На крик левел пока еще не вырос. Ну и в итоге забирают здесь... Забирают здесь Феникса. Ну и что? И пошел у нас дальше Ова. Будет стараться студии драться с соло. Туди мансует и очень сильно. Еще на один удар Туди. Сможет ли сделать у нас удар? Кстати, Ова, да. Смог сделать удар. Там, в принципе, у Бэтрайдера дорога уже была заказана. Ну и пошли гонять Феникса. У Феникса нет Икарус Дайва. Еще долго не будет. Ну и Ова выживает. Выживает и уходит отсюда. Слушайте, игра со всех сторон ненормальная. Да, да, да. Снайпер отваливается. Опять кого-то что-то слышит. Конечно, у снайпера лаги. Снайпер стоит в соло на лайне. Никто его вообще не трогает. И при этом снайпер нажимает у нас на паузу. Надеюсь, это все-таки по просьбе кого-то из игроков. Тут бедняга снайпер тут вообще потеет. Не знает вообще, что делать. Крепы вообще к нему не подходят. Стоит с хайграунда, разваливает. У Веншфул Спирит тут волосы не белые, а седые стали после этого файта. И то, пацан, на паузу не нажимал. Ку-ку. 0-1. Кто же, кстати, добил? Неужели Скайросмаг? Да, первый фраг у нас для Скайросмага. А второй... Да и не знаю даже для кого. Кого там убили? За бэтрайдера Венга заработала 280 по золоту. В принципе, начало для Минески более чем обещающее. Но тут CSW, напомню еще раз, по фрагам... Ой, по фрагам, по героям. Какой-то невероятный трэш сотворили. И сыграет он, не сыграет. Посмотрим. Но пока что пик более чем непонятен вообще. В итоге на отводах квапа здесь. На дабл, скорее всего, отводах. Гоудот этим занимался всю жизнь. Правда, не на квапе так это точно. И Кабан здесь уже стоит, уже готов красть, как я понимаю, крипов. Отводить их то в одну сторону, то в другую. Все, крипов переагрили. Правда, только одного. Гоудот немножко не доработал здесь. Вейдинг Крэш. 25 на 12. Первый по фарму. Пока ребята там занимаются черти чем, Вейдинг Крэш стоит и фармит. 19 на 8 у нас у Снайпера. Ку-ку на линии. 15 на 6. Ну и Чейнс так несчастно себя чувствует на мидлейне. Всего лишь 9 на 3 против 23 на 9 от Снайпера. Проблемы у Тинкера. Проблемы более чем ощутимые. Баночку надо очень срочно. По-моему, Курьер уже несет. Нет, Курьер у нас несет тапок для... Для Тинкера. Чем хилиться Тинкер будет? Наверное, за счет того же Сол Ринга. 4 хп в секунду. Правда, по мане проседает очень сильно у нас Чейнс. Ну и Джей фармит. Джей вообще ничего не надо. С хайграундом можно не спускаться. Просто стой и бей. Глупый пик у КСВ. Да это умнейший пик из всех, посмотри. Только интеллектуалы. В пике больше никого вообще. Интеллектом решили задавить. Тут клуб что где когда на выезде. Хрустальная сова вообще для CSW. Одних интеллектуалов набрали. Посмотрим. Опять же, выиграет ли тут рабочий класс в виде Минески. Или тут интеллигенция в виде CSW. Сможет кого-то где-то поднаказать. Ну или опять же салюты будут философствовать что не так. Разумеется, в клетчатых рубашках. В очках с роговой оправой. Ну и бородой, если это парень. Нормальная такая хипстер туса у нас у CSW. Только интеллектуалы, только победа. Джей уже заходит в бок у нас. С Тинкеру. Ну и начнет сейчас спамить у нас ультой. Шестой левел есть. Откат тут вообще ничтожный. 20 секунд. Ну и осталось в принципе Тинкеру ничего. Только ходить хилиться под фонтан. Ботла до сих пор нет. И такими темпами появится не скоро. Туди отправляется именно на мид лейн. Команда CSW вообще потерялась. Толком непонятно что им делать. Феникс уходит в собственный лес. Ну вот в собственный лес. Если это так на бумаге вы прочитаете. С Феникс уходит в собственный лес. Можно понять что куда-то сюда у нас уходит Феникс. Нет. Феникс уходит у нас просто в собственные елки на топ лейне. Никакого доступа к крипам не имеет. Даже экспу толком не получает. Третьего левела пока что Феникс на седьмой минуте. Туди занимается стаками. У Гоу Дота появляется два нул талисмана. Тут вообще срыв покровов и полностью переворот Доты. Все что вы знали о Доте забудьте. CSW новую историю рисует. Да но наверное не будет. Ну что-то мне подсказывает что не будет она удачной. Скорее всего в рубрике плохие истории. Но тем не менее. Тем не менее. Квапа которая в лесу фармит. Я видел да. Я видел лесных шторм спиритов. И они творили чудеса. Потом в итоге. Йоку за Эмпайр. Вчера просто разорвал своих соперников. Команду Тим Тинкер. Во второй катке. Ну а здесь лесная Квин оф Пейн. Ну нормально. Тауэр за Денайли. Вейдинг Крэш пока что нормально себя еще чувствует. И вообще команда CSW неплохо себя чувствует. 2-3 счет. Кстати где-то у нас сыпется. Это Вейдинг Крэш. Здесь у нас и сыпется. Давайте по фарму посмотрим. Какая там статистика. Вейдинг Крэш на первом месте. 47 на 17. У Джея на снайпере 47 на 22 в миде. 42 на 6 у Куку. Бежать отсюда шторм спирит. Лагуна Блейд. Если прилетит у нас в шторма, шторм развалится. Вот и Лагуна Блейд. Вот и развалился шторм. Дальше за Куку бежит у нас 3-4-3. Неужели Рэйм сможет сжечь у нас Лину? Ну это просто печаль. Нет, выживает Лина. Выживает. Ну так дерись. Ну что ты. Феникс, роднулечка. Феникс отпускает у нас в итоге Куку. И Куку бежит за Фениксом. Спросить, что же было не так и что там вообще случилось. Сам себя в принципе пробустил по скорости бега через Лайт Страйк и Рейну. Ну и Драгон Слейв. Сейчас спина у нас кстати будет Фениксу. Феникс на ло хп, но вроде отсюда уходит. Шторм Спирит врывается у нас в Лину. Лина без маны. И вот теперь и Феникс может влететь сюда. Ну что, переиграли. Многоходовочка от команды CSW. 3-4 счет. Держатся на плаву. Все в порядке. Там чуть более тысячи по золоту проигрывают по экспириенсу. На тысячу с лишним впереди. Ну и менее тысячи уже, да. Графики у нас обновились. Феникс на базу. Так, так, так. Кого забрали? Забрали Бестмастера на нижнем лине. И Голдот здесь скорее всего отъезжает. Один в один разменялись. Бестмастера Лину мы видели, как забрали. Ну один в один. Хорошо. Неплохо так подрались. Стоят, обсуждают. Вот оно. Вот оно. Серьезная вообще туса. Да, Феникс у нас действительно на силу. Это я немножко поднатупил. Я Феникса приписал в интеллектуалов. Ну это такой силач. В принципе, тоже сомнительный. Как для силы, врывается у нас на мидлейн. Ведин Крэш. Должны забирать здесь Джея. Чтоб Феникс там не дожал что-то. В итоге забрали через Рей. Мидлейн команда Минески. Бэтрайдер. Сыпется в собственном лесу. Ну и здесь на лоу ХП у нас Скайросмак. Должен отъезжать. Погибает Скайросмак. Лина приходит здесь драться с Голдотом. Пять секунд, в принципе, до блинка. Здесь не будет стана. Все, Голдот. Да будет здесь все. Будет стан. Были провязаны стики. Развалили у нас Квапу. Так немножко не хватило дублинка аута у нас в Квапе. 6-7. Ну так, в принципе, это и ровно идут. Минески выигрывают всего-то на тысячу. По экспириенсу CSW обыгрывают на тысячу своих оппонентов. 10 минут сыграли. Давайте по вещам посмотрим. И нужны ли они вообще команде CSW, не знаю. Вот он. Еще один нул талисман для Квапы. Трэш и угар полнейший. Врывается у нас Wedding Crash. J.R. развалили. Мидлейн сыпется. Тинкеру дали возможность. Ну, очень круто выфармливает Wedding Crash. Всего, в принципе, пока предостаточно. Тут где-то по золоту. Да он уже на первом месте. Вообще по фарму. Лина там пыхтела-пыхтела. И то меньше, чем тот же Шторм нас обирала. Опять же Шторм летает по всей карте. 7-7. Феникс. Где это? Где это? Где это? Где это здесь это? Феникс срывается у нас на нижний лайн. Пошел с Куку сражаться. Тауэр не должны отдавать. Получится ли у Куку забрать Тауэр? Сейчас узнаем. По чуть-чуть Спиритами у нас подспамливает Феникс. Ну, в итоге Куку на линии забирает Тауэр. Врывается у нас Шторм Спирит. Дальше пролетает. Ну и встан. Попробуй поймай в него. Развалили Лину. Дальше пошли. Wedding Crash. Есть на Булл Лайтнинг. Разваливают Венжи Фулл Спирит. 9-7. Черт возьми. Если этим пиком выигрывается игра, то вообще ущипните меня. Все, отправился фармить. Да забудь ты вообще про этот даггер. Собирай... Я не знаю, что собирай. Собирай Линкен Сферу. Нелепую. Собирай Тараску. Покупай просто ерунду. Выигрывай Доту. Фига ерунду. Туди гонят за ним дальше. Ну и что? Будет ли рассыпаться? У нас Туди пока еще живет. Немножко по ХП. Там 10 ХП уходит у нас Туди. Ну и все. Развалили Скайра с мага. Черт возьми. Что в этой Доте творится? Это действительно массы. Дождались. Суббота вечер. Кто бы мог подумать, чтобы можно было весело провести с командой CSW и командой Минески. Третья игра и просто какой-то трэш и угар у нас происходит. 12 минут сыграно. Веддинг Крэш. 3-1 идет. 3 ассиста имеет. Лесная Квапа у нас. С 3-мя нул талисманами. Это Лесная Квапа с 3-мя нул талисманами. 3 кила 3 ассиста имеет. У Шторм Спирита та же история абсолютно. Формящий на нижнем лайне с саппортом Квапой Шторм. Просто кому-то рассказать и не знаю. Сразу привязали бы к кровати и сказали Тишис. Успокойся. Это все закончилось. У Тинкера уже появляется Boots of Travel. Правда у Тинкера не имеется до сих пор банки. Правильно. Как по такой игре вообще все поочередно собирать? Даггер появляется у Бэтрайдера. Единственный вменяемый мув вообще за всю игру. Это Даггер для Бэтрайдера. Почему у Бэтрайдера не появился... Я не знаю. Что-то вообще Бэтрайдеру нормально зашло бы. Ну например Дайдалу с первым артефактом. Или Рефреш Рор вообще для Бэтрайдера первым артефактом. Или Владмир. Это было бы действительно в концепции данного матча. 10-7. В итоге выигрывает CSW по золоту чуть более 200-300. Где-то по экспириенсу 3,5 тысячи. CSW опережает своих соперников. Снайпер просто несчастный. 0-2-0. Отстоял мид. Он стоит фармит и не может понять, что вообще происходит. Почему он льется и почему команда вообще горит против такого пика. Высвапывает у нас Вейдин Крэша. Ну тут уже конечно без вариантов. Не дали вкастовать ТП-аут. А почему ТП-аут кстати кастовал без Болл Лайтнинга у нас Шторм Спирит непонятно. Не получилось. 10-8 счет. За Шторма 520 заработали. Тут за CSW я как сумасшедший топлю. Без вопросов вообще. 500. По голде Минески выигрывает. По экспириенсу 2,5. Тоже в пользу Минески. Снайпер у нас сильно просел по ХП. Но это вообще не считается. Ну с таким пиком CSW должны давить. У Чейнса появляется Боттл на 14-й минуте. Наконец-то появляется Боттл. Ну и Буссов Тревел тоже имеется. Врыв у нас на Скайрос Мага. Развалили Скайрос Мага. Полетели дальше. В Гоу Дот готовится к появлению Феникса. С Фениксом можно дальше идти. ТП-аут делает отсюда в полнейшей панике Венжи Фулл Спирит. Но есть повод попаниковать. В итоге по фарму конечно Минески немного обгоняют своих оппонентов. 6000 куку. Заработал Джейб тоже где-то под 6. У Вейдинг Крэша 4900. Ну и у Тинкера 4500. Но нельзя терять этот запал. Потому что я же говорю. Таким сумасшедшим пиком. Если идешь, то надо идти до конца. Тут шансов на какой-то лейт у CSW вообще нет. Тут вообще вроде и шансов не было на... Даже не на лейт, а на юрлигейм. Туди рассыпался. Куку в соло против Гоу Дота. Приходит сюда Феникс. Тут на хосте Лина. Все, прилетает сюда уже Чейнс. Ну и развалился у нас Куку. Разобрали за чрезмерную наглость. Молодцы. Один в один разменялись. Разменяли оффлейнера Бэтрайдера на топкерри на карте. Заработали 214 по золоту игроки CSW. Ну и по экспириенсу там тоже неплохо так подняли. На миде Вейдинг Крэш. Уйди Смида. Уйди Смида фарми... Я не знаю, фарми Эншентов. Это в духе современной... В духе данной игры. Да, черти что вообще происходит. 12-9. Напомню еще раз. Катка решающая. Третий матч. Если третий матч тут проигрывает команда CSW, то ничего страшного. Если CSW выигрывает третий матч, то у команды Минески очень много вопросов. Это раз. И невероятный респект у нас будет команде CSW. Лично пошлю открытку с... Ну не знаю, там со своей фотографией, например. 13-1400 на руках у Чейнца после Boots of Travel. У Снайпера появляется Мом. Это очень скучно. Мы не будем вообще реагировать на скучные артефакты. У Тинкера Боттл есть. У Тинкера Боттл есть. Boots of Travel имеется. Есть Soul Ring. У Феникса до урны чуть-чуть осталось. У Бэтрайдера после Даггера Транквил Буцы есть. Бэтрайдер у нас. Врывается на Скайрос Мага. И Скайрос Маг должен здесь рассыпаться. Под Firefly развалили. Не показалось или анонсер Доты сказал слово трэш? По-моему сказал, да? Если не сказал, то должен был сказать. Забрали Скайрос Мага. 400 по золоту заработали. По экспириенсу тоже. 560 с него поимели. На Рошана идет команда Минески. Тут не Рошана. Надо убивать какую-нибудь синюю лягушку вот здесь вот в лесу. Это какая-то, я не знаю, Хэллоуинская или Новогодняя или Первоапрельская. Дота у нас 1-1 апреля, в принципе, скоро. Я бы понял это еще. А так, конечно, вообще ничего не понятно на карте. Но то, что игра Can't Say Whips очень интересная и симпатичная мне, это отрицать невозможно. Выходят на мидлейн. Под смоком. Wedding Crash. Ловит Праймал Руор. И успеет ли улететь? Успевает отсюда улететь. Еще, еще, еще и вейт. И вейт ульт. И вейт ульт. Да, заивейдил у нас ульт Шторм Спирит. Остался живым. Ушел из рейнджа. Чейнс летит отсюда. Аркан Болт летит ему в спину. Плевать ему вообще на Аркан Болт. Кстати, Квапа у нас там где-то орет под Мистик Флеером. Пытались развалить Wedding Crash. И в итоге умерла Лина. И умерла Винга. Скайросмак на лоу ХП. Wedding Crash умирает от Кабана. Ну, 4 в 1 подрались. CSW тачат и тачат вообще невероятным каким-то образом. Мощнейший крутым пиком. Тринул Талисмана и Пауэр Трэдс для Квапы. Феникс с Урнов Шадол Транквил Бутсами. Что там у Шторма? Ну, Шторм по классике идет. Ставфа Физодри или нет? Какая-то вообще это классика? Нет. Это вообще не классика. У нас Шторм в аганим сейчас, я думаю, пойдет собираться. Ну, просто чтобы был. Куда у нас Шторм направляется? Как я понимаю... Как я понимаю, это будет догон для Шторм Спирита. А почему бы нет? Ну, да, скорее всего. Что еще собирать из Ставфа Физодри? Нет, это будет Юл для Шторма. Какой ты скучный. 17 на 10. 18 минут позади. Кенси Уипс. 2000 по золоту. По экспириенсу. 7000 Кенси Уипс выигрывают. Даже немного удивительно. 17-10. У Снайпера. Яша Фейсбут с Мом. У Венжи Фулл Спирит тоже там медальон. Ну и Транквилы. Больше пока ничего. У Бессмастера есть Даггер. И готовится выйти в ПТ. Или, наверное, сразу пойдет у нас в Некра. Влетает у нас Бэтрайдер. Бэтрайдер притягивает к себе Джея. Снайпер умирает уже четвертый раз. Ничего вообще на этой карте не может сделать. Тинкер уже здесь. Праймал Роар у нас. В Джесси Уоша взлетает Шторм Спирит и улетит на лоу ХП отсюда. Надо улетать отсюда в Эддин Крэш. И есть чем эвейдить. Быстрее, быстрее на хайграунд. В какой сумасшедший дом. Тинки разобрали. Развалили также Венгу. Ку-куб. Разультился у нас в Бэтрайдера. Бэтрайдер живет. Через урну живет. Но тут и Карус Дайв. Нет, Карус Дайв в откате у нас у Феникса. Три в один подрались. Двадцать, одиннадцать. Пятьсот тридцать шесть по золоту Кэнси Уипс. В данном файте выиграли. Четыре тысячи по золоту по экспириенсу. Восемь тысяч Кэнси Уипс. Бэтрайдер отдышаться нажал на паузу. Ладно, давайте Бэт отваливается. ФПС Лак. Тут я смотрю, как ты хорошо играешь. Кстати, Обливент Став появляется у Квапы. Готовится выход в Орки. Это шторма Юл. Этот Юл в последнем файте спас ему жизнь. Бэтрайдер приобретает себе Форс Став. У Феникса Урну в Шадоул. И Транквил Буцы. Еще и тысяча сверху. Ну и для Тинкера Даггер имеется. Есть Боттл, Сол Ринг, Бутс оф Тревел. Ну и тысяча сто сверху. Снайпера мы видели. Ничего интересного. У Винги видели. 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 И, конечно же, тоже видели. Скайрес Мага чуть-чуть остается до Пауэр Трэдс. Ну, отваливается у нас Бэтрайдер. В принципе, все, что надо было посмотреть, мы посмотрели. Повеселиться успели тоже. Ждем, когда вернется быстрее Бэтрайдер. И продолжим данное веселье. Все, отжали паузу. Возвращается у нас студия. Ну и скоро появится уже Форстаф у нас для Бэтрайдера. На мидлейне здесь Квапа. Квапа у нас дралась с Джеем. Ну, Джеем, в принципе, нормально себя чувствует. Пока что рановато. Джеем отсюда уходить. Хотя Джеем уже наполучал вообще за всю команду. Шторм Спирит забирает Бэтс Мастера. Немножко я пропустил. Тут решал какие-то вопросы свои. Касательно стримов и качества. Развалили Лину. Лину развалили Бэтс Мастера. Ну, давайте посмотрим. А что нам? Давайте смотреть. Еще одна перемоточка. Так, пошел у нас врыв на Лину. Туди цепляет ее. Взлетает у нас Лина. Упадет на Ремнант. Лина рассыпалась. Ну, Джесси Уош тоже здесь погибнет. Поднимают ветра здесь Джесси Уоша. Джесси Уоша расковыряли. Все. Два килла. Возвращаемся в игру. Двадцать два одиннадцать. Кэнси Уипс тащат просто в диком каком-то стиле. Наказывают Минески за, я не знаю, за чрезмерную консервативность. Или как это вообще называется. За какую-то слишком нормальную игру. Шесть тысяч. Кэнси Уипс по золоту. По экспириенсу. Одиннадцать тысяч. Тоже Кэнси Уипс. Туди цепляет у нас Венжи Фулл Спирит. Венгар рассыпается. Двадцать три одиннадцать. Гоу Дот. Наорал в спину Скайра Смагу. Двадцать четыре одиннадцать. Я думаю, в пабы, конечно, такая страта не перейдет. Но как это стратой назвать, я не представляю даже. Это не стратегия. Это просто какая-то сумасшедшая игра. От команды Кэнси Уипс. И это сумасшествие дает им невероятное преимущество над командой Минески. Уэддинг Крэш. Соло врывается на Куку. Ну, здесь через Лагуна Блейд можно, конечно, забирать. Ну, и все. И уходит у нас Куку. Ну, не по силам, конечно, Шторму. Шторму надо что-то вроде БКБ все-таки приобретать. Или хотя бы Сайленс. БКБ нету Лины. Поэтому не лишено будет смысла Сайленс приобрести Шторму. Покупает перед смертью рецепт на Бладстоун. Бестмастер готовится выход в куда? В БКБ, наверное. Оставил затею с покупкой... С покупкой ПТ и приобретает себе Огур Клаб. Скорее всего, все-таки Блэкинг Бар купит. Потому что раскасты тут очень мощные от команды CSW. Переживать их без БКБ вообще нереально просто. Феникса появляется Хедреско. Ну и, в принципе, собранная Мека тут. Осталось рецепт только на Баклер приобрести. Мека будет для CSW. Погонят дальше за командой Минески. Тут четверть ХП снайперу с одних ракет. От Тинкера сносит... Ну, снайпер-бедняга 0-4-0. БКБ приобретает постепенно себе снайпер. Осталось накопить на рецепт. Вот когда у Минески появится БКБ, что тогда ожидает команду CSW? Надо было до БКБ решать все вопросы. Старается CSW, безусловно. Старается по всей карте. Устраивают экшен. Хотят победу эту где-то поближе пододвинуть. Пододвинуть минут так на... Минут так через 5-10 закончить игру. Если затянут, там, конечно, шансов не так-то много. Да, Тинкер, конечно, неприятный. Тинкер будет очень доставучим. Спамить постоянно машинками будет. Да, и неприятный будет шторм. Ну, а Квапа. Квапу можно, в принципе, в керри потом перевести. Квапа уже у нас в керри идет. У него 2 ноталисмана. Оркетов Маливолянс. Пауэр Трэдс. У Квапы всего предостаточно. Ну, так может по такому пику-то и все в порядке. Появляется постепенно БКБ у нас у Туди. Огрклап уже имеется. Есть Даггер, есть Форс Став. Будет ли врываться у нас Бэтрайдер? Врыв пошел у нас на Амид. Сразу же ловит Стан. Не успел себя Форс Ставтнуть. Ну, сейчас, может, можно? Форс Ставт от себя на лоу ХП. Скорее всего, Туди догорает. Да, умирает у нас Бэтрайдер. На лоу ХП здесь Винга. Супернова стоит. Супернова заканчивается. И что? И готов у нас Феникс, как я понимаю, врываться в драку. Развалили Лину. Шторм Спирит забирает еще один фраг. Две тысячи у Шторма уже на руках. Одна тысяча осталась до Бладстоуна. Вот кому действительно Бладстоун нужен. Шторм Спирит постоянно участвует в экшене. И вообще, экшен, это слово, напротив которого, я не знаю, в Википедии можно будет фотографию Уэддин Крэшла ставить. Парень просто нон-стоп по всей карте летает. И на его врывах базируется вся тактика команды CSW. Годот в вражеский лес отправился. У него есть Оркит, у него 600 там на руках. В Курьере ничего. Шторма немного совсем остается до Бладстоуна. И вот он, Бладстоун, в лице Венжи Фулл Спирит. 26-13. В два раза больше фрагов у Кэнси Уэйпс. Они взяли сумасбродный пик. И этим пиком стараются максимально... Вообще, деморализовать команду Минески. Не дают им возможности выйти никуда. Более чем в два раза уже переубивают своих соперников. 27 на 13. 8 тысяч CSW. 12 тысяч по экспириенсу. 24-ая минута. Вы понимаете, что это какое-то чудо. Маленькое дота-чудо. От Кэнси Уэйпс. Вроде какие-то безнадежные австралийцы, которые вообще никогда в доту не играли. На тебе. Учитесь. Ну и команда Кэнси Уэйпс занимает вражеский лес. Фарм для Минески, в принципе, обрезается. Крипы. Правда, подпушили до половины команды Минески. Тут где-то под товарами можно что-то насуетить. Ну а вообще, леса постепенно будет съедать команду Кэнси Уэйпс. Тинкер может это себе позволить. 3-4-3 здесь поймали. Успеет ли сделать карус дайв. Супернову провязал. И к супернове претензии, в принципе, есть у команды Минески. Со скоростью атаки Лины. Она в соло у нас. Фениксан разбивает. 27-14. 900 по золоту заработали на одном Фениксе. Вот это загнали команду Минески. Ульта пошла у нас от снайпера. Ловят еще и Чейнса здесь. Надо уходить отсюда. Ну куда ты, в принципе, по Шрапнелле уйдешь. Ну и динается у нас Тинкер. Все, самоубийство сделал. Соул Ринг еще один себе приобретает. Помимо Бладстоуна. В это время разваливают Скайра с мага на мидлейне. Ну хоть чем-то, но все-таки отомстили. За Джесси Вошем можно дальше, в принципе, прыгать. У Шторма уже есть соулбустер. И рецепт на Бладстоун должен лететь. Нет, пока еще Курьер не забрал рецепт. Да, Уэддин Крэш чудеса какие-то творит. 8 на 4 счет, конечно. Но то, насколько полезен этот игрок, то даже не обсуждается. По золоту Кэнс и Випс 10 тысяч. По Экспириенсу 14 тысяч опережают своих соперников. Шторм отправляется самолично за Бладстоуном на фонтан. Что там Тинкер, кстати, как себя чувствует. Бладстоун есть у Тинкера. 340 сверху. Почему так мало, Чинц? Ну, ладно. Нормально. Все, ничего страшного. Что выходит у нас, я так понимаю, драться? Гоу Дот со Смоком. Забирать пачку крипов и все. И надо идти под Смоками кого-то где-то разваливать. Ну, соберитесь вместе и узните Смок. Ну же, ну же. Решили зайти по нижнему лайну. Уже нарисовал тут серьезный коварный план Феникс. Готовятся ворваться на Рошана. На Рошане никого. Птицу развалило здесь. Туди под Фаерфлайом готовится выйти на Рошана. Здесь также Минески примерно понимают, какова следующая цель. Что одной, что другой команды. Правда, Крохи близко не подходят. То же самое делает Кенси Уипс. Под Смоком Кенси Уипс. В принципе, врывная способность у них более чем крутая. У Бэтрайдера есть Даггер, есть Болл Лайтнинг у нас у Шторм Спирита. Сыкар Уздаева залетает Шторм Спирит. Сыкар Уздаева залетает здесь Феникс. Ну все, пошла драка. Потом расскажу вам механику врывов. Венжи Фул Спирит на лоу ХП. Должна разваливаться. Скай Росмак уже в таверне. Джесси Уош тоже в таверне. Убиваю Шторм Спирит. Аквапа летает здесь в ветрах. Соник Вейв проюзали. Дальше погоня за Линой. Лина должна отсюда уходить. Ну и что? Одного потеряли. Трипл килл сделал кто? Винов Пейн трипл килл здесь организовала для самой себя. Вот кому Бладстоун нужен был. Ну и пережить бы это все Шторму. Он бы тут так много насобирал зарядов. 32-16. В два раза больше фрагов. 1600 выиграли в этом файте CSW. И 4900 на 3300. 1600 тоже по экспириенсу. Чейнс продолжает фармить крипов. У него 2000 уже имеется. Лиса выфармливает. Сторону выфармливает. Все у него великолепно. 16-й левел есть. Реарм третьего левела. Поэтому достаточно быстрый у нас тинкер. Будет ли Аганим, кстати, на тинкере? Вообще было бы интересно. Джесси Уош. Следующая цель команды Кенси Уэбс. Уже сюда влетает на Булл Лайтинг и Веннин Крэш. Ну и здесь же Чейнс. Бэтрайдер забирает этот фраг. 33-16. Тинкер, Квапа, Бэтрайдер, Феникс и Шторм Спирит. Если кто-то мне что-то скажет, что это нелепый пик, я буду просто смеяться над этим человеком в лицо очень долго. 33-16. Ну должны Кенси Уэбс додавить. Иначе ради чего все это затеивалось? Игра плавно переходит в лейт. И в лейте не знаю, кстати, у кого даже больше шансов. Тут, в принципе, серьезных лейтов только, ну разве что, снайпер. Лина будет терпеть, скорее всего. Лина, кстати, в инвизе. Сейчас Уэдинг Крэш. А Уэдинг Крэш тоже в инвизе. И у Лины инвиз-то сейчас закончится. А у Уэдинг Крэша все в порядке с инвизом. Лина его не видела и это понимает прекрасно. Шторм. Гем у кого-то. Да, Бэтрайдер и Гем. Ассасинейт Бэтрайдера понимает, что его видят. Уэдинг Крэш ищет свою жертву. Снайпер, по-моему, самый приятный для этого пассажир. Ловят снайпера. Еще один фраг на Джея. А нет, это только сбитая Эггис. Ну окей, под машинками. Посмотрим, что там снайпер себя будет представлять. Влетает у нас на реку. Уэдинг Крэш. Развалили двоих, развалили троих. Снайпер. Четвертая цель. Ну и будут убивать снайпера. Просто ковыряют, как чокнутые. Поднимают ветра снайпера. Снайпер здесь разваливается. Четыре в один. И дальше за Джесси Уошем. Нон-стоп месиво. Гоу-дот, бежи дальше. Праймал Рор в Гоу-дот. Это вообще никого не останавливает. Джесси Уош будет пятой целью для команды Кенси Уэбс. Одного Бэтрайдера разменяли в пятерых. Это Тим Вайп. Минески седые сидят. Я вам точно говорю. Сидят друг на друга, смотрят. Не могут понять, что вообще происходит. Как такая дота может побеждать их доту. Это тот случай, когда мое каратэ лучше твоего каратэ. Минус пять сделали. Полторы тысячи по золоту заработали. Даже какие полторы? Тут три с половиной заработали по золоту CSW. По экспириенсу. Шесть тысяч. Я представляю просто, как... Я не знаю, там как у Джея. Правый глаз начинает дергаться. И он не может понять, что вообще... Чему нас учили пять лет в школе азиатской доты. Если здесь какие-то австралийцы прилетели. И пиком из четырех интовиков Бэтрайдера разносят в чертовой матери всю стандартную стратегию. До фундамента разрывают команду Минески. Тридцать восемь-семнадцать. Больше, чем в два раза. По фрагам опережает CSW своих оппонентов. Тридцать минут. У Шторма девять пять. У Квапы одиннадцать-два. Это саппорт Квапа в лесу. У нее одиннадцать-два счет. У Бэтрайдера пять-пять. Ладно, скучно. У Феникса четыре на три. Ну и у Тинкера шесть на два. Ну блин, лесная Квапа с тремя нул-талисманами. Счет одиннадцать-два. Еще и двенадцать ассистов у Гоудота. Вот кому действительно Бладстоун не был бы лишним. Офигеть просто. Шестнадцать тысяч чейнс. По фарму. Джей тут фармит. Фармит, 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 фармит. Второй вообще по Нетворцу на карте. И при этом счет у него один-пять-два. Куда весь этот фарм уходит? Ладно бы там можно было бы сказать, что он стилят у него фраги. Да он ассистов два сделал. Одно убийство и два ассиста. И при этом пять смертей. Тут же Лина еле-еле расковыривает иллюзию Шторм Спирита. Винга вообще от нее просто терпит. Ох, крутотень. Двадцать тысяч CSW по золоту. Двадцать пять по экспириенсу на тридцать второй минуте. Лейт не лейт. Просто CSW уже в лейте находится. А команда Минески только-только к мидгейму. Подходит по количеству своего фарма, по количеству своего экспириенса. Это четырнадцать зарядов у Шторм Спирита. Четыре двести сверху у Шторма. Надо приобретать что-нибудь вроде Хекса и контролить Минески до самой смерти. У Бэтрайдера. У Бэтрайдера чуть-чуть остается совсем до Блэк Кинг Бара. Ну и у Тинкера появляется уже Ultimate Orb. Три триста на руках. Совсем немного остается до Хекса. Тут с реармом бедный-бедный Минески. Если еще и появится Хекс у нас у Шторма. Вместе с Квапой, то, собственно, четыре Хекса на команду. Ну, два я имею в виду Тинкера за счет реарма. И по одному у каждого из серьезнейших интеллектуалов. У Шторма и у Квапы. Врыв Джесси Уоша. Джесси Уош попытался вроде на кого-то наорать. Сразу же Сайвенс по нему. Гоудот зацепили. Гоудот пока еще живет. Может быть и выживет. Юзает стики. Правда, умирает в итоге. Рассыпается Скайл Асмаг. Чейнс. Машинки пустил. Джесси Уош наорал на Чейнса. Чейнс, скорее всего, здесь погибнет. А может и нет. Да, умирает у нас Чейнс. Даблкилл для Джея. Наконец-то. Снайпер начал хоть кого-то убивать. Ну и снайпер отправляется в таверну. Три в один подрались. Квапа выкупилась? Нет. Да, Квапа у нас выкупилась и пошла в драку. За такую наглость со стороны Минески надо наказывать. Я думаю, Кенсей Уипс отправится в мид. И как минимум на хайграунд должны зайти. Чем, правда, того рабить? Ну а что? С руки можно бить. 126 у нас. У Штарма с руки, у Квапы. У Квапы почти 200 с руки. Дальше за Ку-Ку гонится Гоудо. Чейнс готов уже врываться у нас в Лину. Лина вынуждена через Шадоу Блейд просто позорно бежать. Минус 3 игрока есть. Все 5 игроков Кенсей Уипс живы и готовы, в принципе, драться. Есть ульт у троих из 5. Немножко остается долл из у Бэтрайдера. 10 секунд. Ну и до Суперновы Феникса 50. Ее, наверное, в этом файте не будет. Чейнс просто спамит здесь машинками. 3000 миллионов стаков машинок. Как подойти, непонятно. Пачки крипов сыпятся за секунду. Просто какая-то чума на хайграунде команды Минески. Не подойти вообще. Разваливают Тауэр, но они просто ошалевшие. Лагуна Блейд у нас в Шторм Спирита. Половину ХП снесли. Не страшно. Он стоит и просто месит Тауэра. Теперь месит Куку. Куку рассыпается. Минус 2 сделали. До сих пор нет Снайпера. Снайпер пока что в файте не участвовал. Падает также у нас Скайрос Мак. 3 фрага на хайграунде. Чейнс уже слетал на базу или нет? Чейнс сейчас улетает на базу быстрее. Там ребята гниют без тебя. 44 на 19. Интеллектуалы в паре с Бэтрайдером... В паре с Фениксом просто разрывают команду Минески. Джейн на лоу ХП. Джейн в таверну. Байбеков. У Джейн есть байбек. Ну и все. И у Бестмастера есть байбек. Будут ли юзать его? Нет, не будут. Не уходит никуда. Команда Кэнси Уипс на второй лайн. Это просто... Это какие-то, я не знаю, какие-то витамины. Команда Кэнси Уипс между вторым и третьим матчем приняла. Или просто выспались, наверное, на второй игре. И решили рассказать невероятную историю команде Минески. Я думаю, в кошмарах будет сниться им данный матч 100%. Это что-то феноменальное вообще. 21 заряд у Уэддин Крэша в Бладстоуне. Хекс имеется. Есть Юл. Еще и 1800 на руках у Бэтрайдера. БКБ что, отменился вообще? Где-где-где? БКБ готов. Врыв у нас на хайграунд. Развалили в это время Веншвул Спирит. Ну, пытаются хоть как-то здесь отковыряться. Скайрос Мак. Скайрос Мак сыпется от ракеты Тинкера. Тинкер 9 на 3. 19 ассистов. Врыв от Уэддин Крэша. На хайграунд. Летает Туди в БКБ. Под Файерфлайем. Сжигает у нас практически полностью Ку-Ку. Ку-Ку старается с руки навалить. Ку-Ку разбивается у нас. Ку-Ку отправляется в таверну. И Байбека у него не имеется. Байбек только у Джесси Вош. Еще двоих забрать. И все. Это конец игры. Джесси Вош погибает. Байбека нет смысла. Тим Вайп от Кенси Випс. Третья сторона падает. Черт вообще возьми. Что это такое? Что сейчас 37 минут мы наблюдали? Я вообще не представляю. Это массы. И все, кто пропустили эту игру или смотрели какой-нибудь скучный русскоязычный стрим. Я вообще им не завидую. Матч великолепный. Вообще колоссальный. Феноменальный. Эпичный. Легенд. Подождите, подождите. Дарный. Все верно. Ну что, у нас команда Кенси Випс. Сказать, что заслужено, это вообще ничего не сказать. Вырывает победу Минески. Проходит дальше в полуфинал. И кто там будет против них в полуфинале, я думаю, будет готовиться очень серьезно. Да, Минески не ожидали такого напора. Да никто вообще от Кенси Випс ничего подобного не ожидал. Вот такие должны быть интернешналы. Такими должны быть, я не знаю, серьезные турниры. Такими должны быть лан-финалы. И вот такое шоу должно быть в Доте. Иначе Дота превратится в, я не знаю, ну в керлинг, например. Все, услышимся через несколько часов. У нас на повестке Тим Тинкер против Evil Geniuses. Надеюсь, там будет хотя бы наполовину так же весело, как здесь. Пока что небольшая пауза. Отдыхаем в 20 сет. Это 21 по Киеву и 22 по МСК. Снова услышимся. У микрофона был друг. Это студия Игрокам ТВ. Пока что меньше играйте в Доту. Больше читайте книг. Все, до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok